Протяженность обводной трассы Самары 80 километров. Традиционно она считается одной из самых аварийно-опасных в губернии. Наиболее типичное нарушение – выезд на встречную полосу. Оно же самое тяжкое по последствиям. Лобовое столкновение чаще всего чревато летальным исходом. Сотрудники ГИБДД совместно со специальным подразделением Росгвардии для профилактики таких ЧП решили запустить в воздух аэростат с аппаратурой, оборудованной мощной оптикой. Обзор летательного аппарата 360 градусов. Стоимость, по данным открытых источников, превышает 10 миллионов рублей. Момент нарушения и номер машины моментально записываются на видео, после чего подключаются дорожные полицейские. Данная дорога у нас является основной артерией, как и М5 «Урал». Удаление у него 3-4 километра. Соответственно, нарушитель, не в виде патрульного транспортного средства, совершает данные нарушения, а уже через 3-4 километра, уже подъезжая сюда, его документируют, даже не в виде сотрудников ГИБДД, лишний раз нарушитель сможет задуматься, нарушать ему или нет. После оформления протокола с помощью видеозаписанного с дирижабля нарушителей ждет решение суда. Штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За одну смену работы Арастатова является до десятка таких лихотей. Очень плохие люди, кто нарушают. Будут все фиксировать, будет меньше нарушителей. Промеры на дорогах нужны, потому что нарушений много сейчас. Особенно встречный выезд на встречку, потому что плачевно потом оно оказывается. Когда гоняют, нарушают. Бывали такие случаи холодные, и ноги тряслись, потом ехать невозможно было. Наверное, будет более внимательно, это уже обзор больше будет. На свой следующий рейд дорожные полицейские 63-го региона вместе с дирижаблем планируют выйти уже через 7 дней. Место и время пока держатся в секрете. Продолжение следует...